Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня мы будем рисовать с вами юбку-бутон. Это очень красивая юбка с высокой талией, с мягкими такими складками, атласными. Для этого я беру наш шаблон, мы можем вверх отрезать, но я убрала ручки. И в этом эскизе есть одна особенность. Когда мы рисуем что-то, например, из атласной ткани, то на черно-белом эскизе, на техническом, он будет смотреться по одному, а на цветном по другому. Потому что на цветном мы будем добавлять блики и тени, которые будут давать нам именно эффект атласной ткани. А, например, на черно-белом эскизе этого уже так заметно не будет, будут видно только тени, которые закладываются. Выбираем нашу с вами часть, где у нас будет располагаться юбка. Юбочка будет у нас чуть ниже колена, так что вот у нас все в полной видимости. У нас нужен черный цвет, без заливки. Слой заблокировали. И первое, что я сделаю, это у нас будет юбка на высоком поясе с завышенной талией. Вот, основу мы с вами нарисовали. Теперь будем рисовать сам бутончик. Если так можно правильно выразиться. И давайте наметим основной контур, который, если вам не понравится, мы сможем всегда откорректировать. У бутончика будет особенность. У нас будет вот здесь вот дополнительный объем собираться. То есть юбка визуально будет увеличивать бедра. Для девушек с маленькими бедрами это часто необходимый эффект. Поэтому мы это сделаем. Я сделаю сейчас симметрию, чтобы то, насколько у нас выпирает бедро, вот мне здесь не нравится форма, она была бы у нас симметричная. Сейчас вот так. И такая же форма, чтобы у нас была и по другой стороне. Потому что будет некрасиво, если будет перекос на одном бедру. Даже если юбка асимметричная. Желательно, чтобы бедра визуально не перекашивались. Иначе это будет, ну не будет это красить человека. Поверьте, если одно плечо выше другого. Хотя я видела такого рода показы. Но на мой сугубо личный взгляд не вызывает это большой красоты. Но если вам нравится, почему бы нет. Сейчас нарисуем то, что сзади у нас тоже видно. Кстати, вот крестик. Видите, у меня крестик, а не перышко. Можно туда-сюда. Что я делаю? Эта кнопочка каплок регулирует. Очень у многих возникает вопрос. А, у меня получился крестик. Все у вас нормально? Просто вы нажали кнопочку каплок. Вот, это наша с вами основа. И теперь на нее мы нанесем основные линии складок. Они будут идти вот так. То есть, как бутон формировать нашу с вами юбочку. Это будут такие большие защипы. Так. И вот так. И вот здесь тоже у нас будет большой защип. Но, как вы видите, так оно смотрится как-то ой. Откровенно говоря, да? То есть, какая-то непонятная ерунда. Вот давайте мы эту непонятную ерунду будем с вами дорабатывать до очень красивых, мягких складок. Во-первых, поправим линии. Во-вторых, я сейчас создам новый слой, потому что не люблю сразу на линиях рисовать. У складок у нас с вами обычно есть две составляющие. Это линия и пятно. И мы добавим с вами пятновое составляющее. Вот сюда. Вот сюда. Ну, я сначала рисую контур, понятное дело. Сейчас сделаем заливку. И вот сюда. Это будут наши пятновые тени. Еще у нас будет пятновая тень вот здесь. Что я имею в виду под пятновыми тенями? Смотрите, вот они у меня красавицы. Вот, они будут вот такими пятнами. Но не такими жесткими. Мы их сейчас смягчим. Но пока вот смотрите. Дальше, где у нас, какие с вами будут тени? Юбка это, ну, по своей сути, цилиндр. Соответственно, вот здесь вот так по боку будет обязательно тень, которая будет формировать вид цилиндра. Общая тень. Вот она вот здесь будет. С одной стороны и с другой стороны. Они не должны быть яркие. Они не должны быть жесткие. Сейчас я рисую просто черным цветом. Сейчас мы их смягчим, и они будут на своем месте. Но изначально оно вот рисуется именно так. Когда мы рисуем карандашом, там совсем другой принцип. Там мы тени мягко прорисовываем, углубляя их, накладывая там, или если маркером, несколько слоев. То в иллюстраторе оно выглядит все вот так вот немножко страшно поначалу, но в этом нет ничего страшного. Вот эта линия будет под собой иметь тень. Что я имею в виду? Это наш верхний слой, и он когда ложится на нижний, он образует тень. Так что вот здесь у нас будет линия теня. Мы ее сейчас запихнем в самый низ. Вот наши, смотрите, основные тени, как они будут располагаться. Мы можем даже к низу вот эту тень немножечко расширить, чтобы визуально на эскизе было ощущение такой вот зауженности. Вот так. Это на черно-белом эскизе. Вот они все наши тенюшечки. Ctrl-C, Delete, открываем слой с эскизом, Ctrl-B. Монтаж на передний план. А вот эту штучку мы таки уберем на задний план, потому что она должна быть сзади. Теперь смотрите, они у нас очень-очень жесткие тени. Да, ну прям вот ужас. Естественно, такие тени оставлять не надо. Во-первых, мы их смягчим. Видите, сразу становится как-то дышать можно. Да, то, что они... Эффект, размытие, размытие по гауссу, плавность, мягкость контура дает тоже нам с вами ощущение такой мягкости. Окей, и я думаю, что до этого эскиза можно еще размыть цвет. Вот, и здесь уже под тон можно сделать потемнее, чтобы было видно, что это вид сзади. Вот такого плана у нас будет с вами технический эскиз. Вот здесь бы я еще углубила, показала, что есть, что это складки. Смотрите, как это сделать. Очень интересный такой приемчик. Мы с вами должны выделить именно линии. Сейчас мы их скопируем на новый слой. Ctrl-C. Блокируем этот слой. Ctrl-B. Вот, у нас с вами получились линии. Протом они с заливкой. Сейчас мы ее уберем. И от этих линий вот так и вниз. Вот так и вниз. Нужно обязательно замкнуть. Сейчас мы поправим эти контуры. Будут очень красивые тени складки. Вот, чтобы заново не рисовать, теперь нам нужно взять таким инструментом и сформировать. Вот такая штучка будет. Так, следующая тень. Инструментом опорная точка. И вот так пройтись по всем складочкам. Сформировать вот такие тенюшечки. Смотрите. Оф. И вот так вот. Вот. Теперь я это все дело выделяю. Ctrl-C. Делай. Открываю опять наш эскиз. Здесь надо нам обязательно сейчас с вами будет выбрать эти же линии. И убрать у них цвет заливки. Потому что заливка на них не нужна. Не нужна заливка, а не надо заливать. Ctrl-F. Вот здесь как раз нам нужна заливка. Я так перекосила там у меня тень. Потому что гладиолус называется это дело. Надо сейчас просто выправить направляющие. Вот. Немножко направляющие слетели, поэтому ее так подкосило. Сейчас поправим. За что люблю вектор? Можно править, переправить. Никто никогда не узнает, сколько вы правили. Потому что линия будет абсолютно прекрасно чистая. И ничего в ней не будет видно. Будет виден только конечный результат. Притом залезть и поправить можно практически в любой момент. Вот дополнительную тень. Давайте мы сейчас... Оп. Чуть пожестче. Угу. Вот. То есть еще дополнительный такой объем придался. Теперь давайте покрасим всю эту красоту. В... Ярко-розовый цвет. Такой оп. Вот смотрите, вот ненужная заливка болтается. Вот ее нужно обязательно убрать. Потому что она не нужна просто. Иногда бывает действительно сложно выделить нужный объект. Но это важно. Вот. Линия просто. В отличие от Coral Brow, где залить мы можем только замкнутые объекты. В иллюстраторе мы можем заливать и замкнутые, и не замкнутые объекты. Иногда это доставляет некоторые проблемы. Вот как сейчас. Так. И давайте... Там углубим. Вот. Теперь вот эти тени, которые у нас с вами есть, красивые, мы их все выберем. Красоту всю нашу, да? И сделаем их не черными, а выберем их цвет в цвет. В иллюклик. И... 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 И вот такие они из бордового цвета пойдут. Цвет будет более ярко насыщенным казаться. И в бордовом цвете мы можем, например, их немножечко поярче сделать. Потому что... Это уже зависит от цвета заливки. То есть, если сейчас мы красным делаем, это одно. Там на синим, на голубом оттенке будет другим. И... Вот это отличие черно-белого от цветного. Здесь вам нужно будет подработать относительно того, как эти тени смотрятся на том цвете, с которым вы работаете. И помимо того, что вы здесь можете сделать тени, для того, чтобы создать эффект атласности, здесь еще можно сделать блики. Я бы даже сказала, не можно, а нужно. Поэтому мы рисуем вот такие штучки. Сейчас они у меня темные. Но мы их доработаем. И они у нас встанут прекрасными, очень красивыми бликами. Надо только с ними немножечко поработать. Такие вот мы делаем пятнышки. Вот здесь будет блик на этой части. Вот здесь будет красивый блик. Вот так вот. Вот такие пятнышки мы с вами нарисовали. Блики у нас какого цвета? Как правило, белые. Да? Ну, либо цвет в цвет, но намного светлее. Вот. Вот такой. Вот теперь эффект размытия. Размытие по гауссу. Мы обязательно размоем края. И выберем все еще раз. Естественно, это будет непрозрачность. Потому что такой глянец нам не нужен. Мы их отрегулируем по непрозрачности. Притом разные блики могут быть разной яркости и насыщенности. И получим вот такую атласную юбочку. Тюльпан. Сейчас мы их сгруппируем. Если вы помните, то в прошлом уроке мы рисовали с вами топ. И, соответственно, можем к этому уроку его открыть и посмотреть, как они будут смотреться вместе. Сейчас мы юбочку наденем на шаблон. Топ с пайетками. Копируем. Вставляем. И вот такой у нас получается яркий и нарядный лук. Осталось добавить красивые туфельки, сумочку, макияж, прическу. И мы готовы к вечеринке. На этом все. Не забывайте мне писать ваши вопросы в комментариях. Я всегда читаю и отвечаю. Ставьте лайк или дизлайк. Понравилось вам или не понравилось видео. Не забывайте подписаться на канал. Каждый вторник мы рисуем эскизы. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока.